В наши выпуски пока не часто попадают новости из Крыма, но это не значит, что их нет. Так, только в первом квартале этого года крымские предприятия получили заказы на 6,5 млрд рублей. Всего же порядка 50% всех крымских заводов могут претендовать на участие в гособоронзаказе. Тем временем в Свердловской области на Каменск-Уральском металлургическом заводе введена в эксплуатацию первая очередь нового прокатного комплекса. В Липецкой области открыт завод по производству зерноперерабатывающего оборудования. В Воронежской области крупный завод блочного домостроения. В Самаре заложили завод по производству трансформаторов. В Челябинской области производство стройматериалов. В Калининградской области открыт крупный мясоперерабатывающий комплекс. В Подмосковье импортозамещающая фабрика по производству аромидных тканей. В Оренбургской области первая в регионе солнечная электростанция. В Марокко завершился чемпионат мира по программированию, на котором российские студенты опять стали победителями. Причем впервые среди всех команд в мире решили сразу все поставленные задачи, установив тем самым рекорд. Чемпионами уже в шестой раз стали студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Любопытно, что по версии некоторых западных рейтинговых агентств этот университет занимает 1096 место в мире. То есть не котируется вообще никак. Не отходя от темы информационных технологий, российская компания-разработчик суперкомпьютеров Т-платформа выиграла тендер на поставку своего суперкомпьютера в известный немецкий вычислительный центр. Это первый в истории прецедент строительства одной из самых мощных зарубежных вычислительных систем на базе российского оборудования. В открытом тендере мы обошли 10 конкурентов, в том числе мирового лидера рынка суперкомпьютеров компанию HP. В это же время совершенно буднично российские учёные совершили настоящий прорыв в области отечественных квантовых технологий. Ими создан и испытан первый в России сверхпроводящий кубит. А это значит, что теперь и наша страна включилась в мировую гонку построения квантовых компьютеров, новых вычислительных устройств, многократно превосходящих по производительности самые мощные современные суперкомпьютеры. И ещё о науке. Российские учёные установили на дне озера Байкал телескоп. Правда наблюдать он будет не за звёздами, а за природным потоком нейтрино высоких энергий, вступающим во взаимодействие с водой озера. Исследование нейтрино на Байкале может приоткрыть перед нами тайны возникновения Вселенной, строения звёзд, в том числе Солнца и даже внутреннего строения планеты Земля. Пусть наступившая неделя откроет и для вас что-то новое и породительное. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу официальную группу в сети ВКонтакте.